Юбилейный год со дня образования станет рубежом для реконструкции учреждения. Эта неделя запомнится экстренным закрытием городского культурного центра. Отмена всех мероприятий и занятий по техническим причинам была вызвана аварийным состоянием здания. Эту информацию разместили на официальном сайте ГКЦ. Такое заключение городская мэрия получила от подрядчика, который в декабре 2023-го приступил к обследованию конструкции народного ДК «Строитель» на улице Сибирской. Уже на первом этапе экспертизы специалисты выявили фрагментарные разрушения в фундаменте строения, несущих конструкциях и не только. Речь о требуемом капитальном ремонте ГКЦ в нашем муниципалитете шла еще как минимум 4 года назад. Косметическое обновление культурного заведения проводили регулярно, но износ строения, вероятно, достиг своего апогея. Карина Александян выясняла, где теперь будут проходить репетиции коллективов и когда планируют приступать к строительным работам на объекте. Для 1200 сургутян от мала до велика, занимающихся в разных творческих коллективах городского культурного центра, с 19 февраля занятия на площадке учреждения стали недоступны. На официальном сайте ГКЦ появилась информация об отмене мероприятий и занятий по техническим причинам. Внимание! Справки по возврату билетов по телефону 60 58 60 62 63 67. По всем изменениям в расписании занятий творческих коллективов обращаться к руководителям коллективов. Реконструкцию здания бывшего строителя сотрудники ДК ждали давно. Результаты обследования конструкции стали поводом для экстренного закрытия учреждения на улице Сибирской 2. В декабре 2023 года был заключен муниципальный контракт на обследование технического состояния строительных конструкций здания городского культурного центра. На сегодняшний день мы имеем готовое обследование, заключение с выводами и рекомендациями. По результатам обследования у нас есть признание аварийно-технического состояния несущих конструкций. Выполнены проверочные расчеты, которые подтверждают высокую нагрузку на конструкции, которая является недопустимой. Подрядчики на первом этапе обследования объекта выявили предельный износ фрагментов несущих конструкций. Свои заключения специалисты направили заказчику в управление капитального строительства Сургута. Затем документы были переданы в департаменты культуры и архитектуры и градостроительства. Эта тема не новая для города. И, собственно, здание 1967 года постройки, в котором осуществлялся капитальный ремонт, понятно, что когда-то срок эксплуатации завершится. И за состоянием здания с 2018 года очень основательно следили все технические службы эксплуатирующей организации. Поэтому, конечно, прорабатывался вопрос. И ранее мы, конечно, рассматривали разные варианты. Почему, собственно, и сейчас времени много на то, чтобы найти подходящий вариант, у нас, надеюсь, не займет. К слову, еще в 2018 году парламентарии Окружной Думы Ренат Айсин и Илья Кондаков заявляли о готовности профинансировать из своих депутатских фондов разработку проекта нового здания. Уже тогда износ конструкции учреждения культуры, которая вообще изначально еще в прошлом веке возводилась как склад, подбирался к предельному. Спустя пару лет город приступил к проектированию ГКЦ. Тогда финансы для разработки документов добавил и бюджет Сургута. В общей сложности сумма составила 15 миллионов рублей. В 2023-м документы утратили свою актуальность. Работ по строительству за этот период не случилось. Муниципалитет был вынужден заново готовить проектные бумаги. Прошлой весной эскизы задуманного учреждения показали на одном из заседаний Городской Думы. Сейчас решения по дальнейшей судьбе ГКЦ будут приняты после госэкспертизы. Ее сейчас проходит разработанный проект по реконструкции культурного центра. Вероятнее всего, процедура проверки завершится летом 2024-го. Здание будет большое, большей мощности намного. Если не ошибаюсь сейчас, то будет подразумевать три зала разных размеров и, соответственно, для разного возраста детей на пользование. Строительство определяется проектной документацией, проектом организации строительства. Поэтому данные вопросы можно уже обсуждать после того, как будет получена государственная экспертиза проекта и, соответственно, будет понимание период реализации. Власти Сургута планируют в течение ближайшего месяца возобновить деятельность ГКЦ. Не дома, в гостях. Временные площадки для репетиций сейчас подбирают. Среди претендентов объекты, что в муниципальной собственности, аренда сторонних помещений, а также вариант безвозмездного пользования территориями образовательных организаций. Это, конечно, помещение не в цокольных этажах зданий. Это помещение, соответствующее требованиям антитеррористической и противопожарной защищенности по квадратным метрам, подходящее для определенных групп. Учреждение продолжает работу, оно не ликвидируется, оно не реорганизуется. Все творческие коллективы будут сохранены, равно как и рабочие места. Площади будут найдены, и все творческие коллективы, и весь контингент наш, и детский, и взрослый будет сохранен, потому что это наша главная задача. Более того, никуда в другие учреждения мы перевезти их не можем, потому что городской культурный центр в своем роде, как досуговое учреждение, он единственный. У нас их всего три культурно-досуговых. Строение на улице Сибирской-2 было введено в эксплуатацию в 1969-м. И изначально создавалось и планировалось под склад горюче-смазочных материалов. Но было перепрофилировано. В ноябре этого года зданию должно исполниться 55 лет. Будут ли выполнены к осени какие-то работы, пока примонту или демонтажу объекта покажет время. Тем не менее, творческие коллективы городского культурного центра намерены принять участие в концертах, посвященных 430-летию Сургута. Карина Александян, Данил Панков, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости. Главное».